МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваша безопасность. Наша школа. Центральная автошкола. Единая справочная. 4 двойки. 3 ноля. Продолжаем. На телеканале эфир хроника происшествий. Молодой мужчина, управлявший скутером, погиб минувшим вечером на улице Декабристов. По словам очевидцев, к трагедии привела случайность. Якобы байкер во время движения потерял равновесие и просто упал с мопеда. Это падение оказалось для человека смертельным. По словам очевидцев, скутер двигался в крайнем правом ряду. Якобы никто из других участников движения байкеру не мешал. В какой-то момент он сам потерял управление. Человек на мопеде ехал, ударился о бордюр, слетел, ударился о перьё, об ограждении. Ну и наскверх сразу. Упав, байкер ударился головой о металлический забор. Травма, которую получил при этом мужчина, оказалась смертельной. Медики скорой помощи, приехавшие на место происшествия, уже через несколько минут смогли лишь констатировать его смерть. На байкере не было защитного шлема. И по словам инспектора в ГАИ, возможно, это и стало причиной трагедии. Хотя, по мнению очевидцев, в данном случае человека не спас бы даже шлем. Он угол острый поймал, говорю, угольник с той стороны. У него шапка слетела. Ну как бы такой шлем не спас бы. Шлем тоже бы не спас. Нет, конечно. Как минимум сотрясение сложное. Смотрите, отлетел, сколько мотоциклов. Что-то между ногами это не транспорт. После того, как человек упал на дорогу, мопед проехал ещё несколько метров и врезался в Деонексию, которая ехала чуть спереди. После этого скутер завалился на бок. Поздней ночью пожар вспыхнул в общежитии по улице Дементьева. К приезду спасателей пламя бушевало на восьмом этаже общего балкона. Выяснилось, что горит деревянная дверь и старая мебель, оставленная кем-то на балконе. Кустой едкий дым уже успел наполнить общий коридор общежития. Но огонь быстро потушили. Вероятнее всего, причиной возгорания стала брошенная кем-то из жильцов сигарета. Потому что от визита посторонних подъезд общежития защищён кодовым замком. У нас такого никто здесь сделать не мог. Молодёжь не собирается поначалу здесь? Здесь? Нет. Я такого не слышал. Поздним вечером на улице Аделя Кутуя водитель «Жигулей» на полном ходу протаранил стоящую обочину фуру. От сильного удара старенькая четвёрка оказалась под грузовиком. Увидев, что произошло, водитель больше груза бросился на помощь к людям, находившимся в искорёженной легковушке. Трудно поверить, но оба человека, сидевшие в «Жигулях», не получили серьёзных травм. Основной проблемой на этом отрезке улицы Аделя Кутуя было и остаётся плохое освещение. Многие автолюбители, зная об этом, переключают свет фар на дальний. Видимо, одна из таких машин и ослепила водителя «Жигулей», стоящий без аварийных огней фуру, он заметил слишком поздно. «Сперещина ослепила, а в нём фнари не горели. У него что-то с проводкой было. Вот поэтому так получилось». Знака запрещающего парковку здесь нет. По словам водителя фуры, в его машине отказала электрика. Именно поэтому аварийная сигнализация не горела. Увидев, что случилось с «Жигулями», мужчина не на шутку испугался. Но оказалось, что в четвёрке было сломано пассажирское сидение. Поэтому жена водителя ехала почти лёжем. Это и спасло её жизнь. «Повезло, повезло. Могло гораздо плачемнее всё быть. Я не знаю, как бы это Бог отвёл. Чудеса. Я думал, там труп вообще». «Крышу загнул сюда. У меня сидение низко наклонено было. Поэтому я не ударил здорово». «Только она практически полулёжа ехала?» «Ну, полулёжа ехала, да». Стаж безаварийного вождения у водителя «Жигулей» большой самой же машине уже 26 лет. Получается, что отслужив свой срок, она уберегла людей от верной гибели. Алкоголя ноль. По предварительным данным, супруга водителя «Жигулей» получила ушиб головы. Медики доставили её в больницу. А вот старенькие «Жигули» своё уже отбегали. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Ночью жильцов одного из домов по улице Карбышева разбудил вой автомобильной сигнализацией. Причиной переполоха стал «Митсубиси», который протаранил дерево. Некоторые очевидцы успели заметить и водителя, который спешно покинул место происшествия. Никто из местных жителей раньше эту машину не видел. Откуда приехала иномарка и что успел натворить водителя этой ночью, пока не ясно. В этом дворе зацепил лишь зеркало одного из автомобилей. А вот шума наделал немало. Сработала у меня сигнализация на машине. Я вышел, смотрю. Машина на сигнализации здесь стоит, столб заведённый. У моей машины зеркало выгнуто. И со слов очевидцев, водитель на ходу метров за пять до столкновения вылетел. Не вылетел, а выскочил с машины. Побежал, а машина как бы уже без водителя, отрезал дерево. Очевидцы вызвали экипаж ГАИ, но даже полицейские не сразу решили, что делать с машиной. По предварительным данным, владелец Митсубиси девушка. А вот кто и в каком состоянии сегодня был за рулём иномарки, пока загадка. За рулём был мужчина, это очевидно, со слов тех же самых очевидцев. Сказали, что побежал молодой человек, не девушка. А машина как же девушка. Как видно, двигатель машины всё ещё работает. При этом ключи находятся в замке зажигания, на двери блокированы. В такой ситуации сотрудники ГАИ решили дождаться, пока автомобиль выработает всё топливо, а лишь затем искать его владельца. После удара из иномарки вытек тасол, двигатель вполне мог выйти из строя. Не исключено, что машину просто угнали. В любом случае, хозяйку ждёт неприятный сюрприз. На проспекте Победы автомобиль «Шевроле Нива» вылетел с дороги и застрял на трамвайных путях. К приезду нашей съёмочной группы, проезжающие мимо автомобилисты, помогли водителю оттащить недорожник, чтобы мужчине не пришлось оплачивать простой трамвай. Сотрудников ГАИ и водитель, и его разбитая машина встретили уже на разделительном газоне. Мужчина признался инспекторам, что на его дороге никаких препятствий не было, его никто не подрезал, виноват случившимся исключительно он сам. Просто в какой-то момент, сидя за рулём, о чём-то задумался и отвлёкся. В результате автомобилю теперь предстоит капитальный ремонт. Страшная находка в Нижнекамском районе республики. Ровно два года назад искали пропавшего без вести 60-ти билетнего мужчину. Осенью 2011 года он ушёл на рыбалку и исчез. И только сейчас на берегу одного из озёр удалось найти останки пропавшего человека. При этом большая часть тела мужчины пока так и не обнаружена. Все подробности в репортаже Марии Молочниковой. По словам родственников пропавшего мужчины, рыбалкой он увлекался всю жизнь, а с выходом на пенсию и вовсе стал пропадать на озёрах целыми днями. Поэтому, когда человек не вернулся домой ни на следующий день, ни через два дня, ни сын, ни жена особого беспокойства не проявили. Но когда с момента ухода прошла уже неделя, родственники обратились в полицию. В сентябре в Нижнекамском районе республики на Простинских лугах на берегу озера обнаружены человеческие останки. По данному факту, Следственному органу Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан начата доследственная проверка. Установлено, что останки принадлежат жителю Нижнекамского района 1947 года рождения. Его опознал по сапогам родной сын. Полицейским родственники рассказали, что мужчина ушёл на рыбалку сильно нетрезвым. Что с ним произошло уже на берегу озера, в этих злополучных камышах, пока неизвестно, как и то, куда могла деться большая часть тела человека. Несмотря на то, что сын опознал мужчину, его останки направлены на экспертизу, которую поставить точку в этом деле. Именно экспертиза поможет установить, принадлежат ли найденные останки пропавшему мужчине, и что в результате стало причиной его гибели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отделом полиции Савинова разыскивается 16-летний Алексей Горшков. 1 октября молодой человек ушёл на учёбу в железнодорожный техникум, который находится в посёлке Залесный, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на вид 16-17 лет. Кудащавого телосложения, волосы тёмные, короткие. Был одет в синюю клетчатую куртку, серые кроссовки, белую рубашку, синие джинсы, фиолетовый джемпер. Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Горшкова, звоните по указанным на экране телефоном. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, для того, чтобы с вами такого не случилось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производственная компания «Мастер балконов». Замена окон, обшивка балконов. Гарантия качества, цены – одни из самых низких показаний. Звоните 226-92-12. Эфир продолжит тема. Сергей Шерстнёв и его гости. Добрый вечер, Сергей, пожалуйста. Здравствуйте. Снова требуется помощь. На этот раз у нас в студии семья Погорельцев. Это Светлана Сергеева и дочь Даша. Обсудим ситуацию прямо сейчас. Не переключайтесь. Светлана Сергеева и дочь Даша.